Здравствуйте! Всем на электронную почту от YouTube были разосланы вот такие письма. Заранее они предупреждали, начиная с сентября 2019 года, и сейчас мы необходимы кое-что проделать. Каждый сможет ознакомиться с таким письмом, заглянув в свою электронную почту jmail.com. Прочитаю несколько строк, которые касаются нас. Поскольку авторы лучше знают, для какой аудитории предназначен их контент, обязанность классифицировать видео лежит именно на них. Однако, чтобы находить ролики для детей, мы также будем использовать специально обученные алгоритмы. При необходимости категорию, выставленную системой, можно изменить. Но чтобы этого не было, чтобы по ошибке алгоритм ютюбовский наш видик не записал в детский, мы кое-что должны проделать. Заходим в творческую студию. Здесь внизу есть с левой стороны такая шестеренка, настройки. Нажимаем сюда, нажимаем канал. Здесь нажимаем расширенные настройки. Я, конечно, уже проделал. Но когда вы нажмете, у вас будет стоять здесь галочка. Я хочу указать аудиторию каждого ролика отдельно. Если вы это не проделаете, то алгоритм ютюб может ваше видео, подобное детскому, зачесть его, что это детский контент. Чтобы этого не было, проставляем здесь галочку. Если это не детский контент. Если детский, то мы проставляем выше. Да, мой канал и все видео на нем для детей. Но так как у меня нет детский канал, то я поставил здесь. Нет, мой канал не для детей. И на нем нет детского контента. И в автоматическом режиме, на всех видео, сколько у нас их не было бы, будет проставлена такая галочка, контент не для детей. Так как у меня проставлено, поэтому я сохранять не буду, просто отмена сделал. А у вас необходимо нажать там сохранить. Давайте откроем видео, которое было выставлено в интернет около года назад и посмотрим, проставлена ли там эта галочка или нет. Это видео было выложено в интернет 4 декабря 2018 года. И как видим, что здесь уже проставлена галочка. Ролик не для детей. На этом все. До свидания.